Продолжаем отвечать на вопросы на нашем библейском портале Экзегет. И есть два взаимосвязанных вопроса, я их объединю, наверное, в один, но суть их следующая. Итак, каков он современный защитник Родины, это один вопрос, и какие главные качества воина-христианина? Вот вы знаете, я сразу скажу, что защитник Родины, каким он должен быть, он и должен быть, как воин-христианин. Чем отличается, скажем, воин-христианин от воина, ну, обычного, который, скажем, не верующий в Бога и не следующий заповедям Божьим? Очень сильно отличается. Вот посмотрите, на пряжках солдат вермахта фашистской Германии была надпись «С нами Бог». Казалось бы, вот, с ними Бог. Но был ли Бог с ними? Нет. Если бы он был с ними, тогда бы над нашим Кремлем развивался фашистский флаг. Но было наоборот. Над Рейстагом развивался наш красный стяг нашей советской страны. Значит, несмотря, получается, ни на что, даже на то, что страна была, так скажем, с точки зрения официальной, неверующей, отрицала Бога, да, а Бог все равно был с нами, хотя, казалось бы, и не так. Так вот, почему Бог был с нами? А потому что наш советский солдат был другим человеком, не фашистом. А в наших сердцах, именно благодаря православию, уже, как говорится, тысячу с лишним лет живут вот эти христианские заповеди. И наш солдат, он действительно воин-христианин, несмотря на то, что даже, может быть, даже и неверующий. И это я видел в Афганистане. И это было, конечно, в Великой Отечественной войне, потому что наш солдат, он жертвует своей жизнью. Он не может жить по-другому, именно благодаря христианству, которое в нас много веков живет. И главное качество – это, конечно, прощение врага. Посмотрите, наши женщины, тех фашистов, которые там творили зверства, да, они их кормили, они сами полуголодными ходили за станками, работали сутками, да, во имя победы, а они все равно подкармливали фашистских солдат. Вот оно, наше милосердие. А разве наши вот так издевались, когда мы вступили на территорию Европы, Германии? Разве мы себя вели так, как вели фашисты на нашей земле? Разве мы сжигали деревни с людьми? Нет. Наоборот, были строжайшие приказы за малейшие такие проявления, вплоть до расстрела на месте, по законам военного времени. А почему? А потому что мы не захватчики и поработители, а освободители. Потому что нас живут вот эти христианские ценности, воина-христианина, милосердие, прощение врага. Когда ты над ним не издеваешься, а наоборот, прощаешь и поддерживаешь. Поэтому, так же, как я уже отвечаю на другие вопросы, говорил, если мы хотим, чтобы наша Родина была в надежных руках наших защитников Отечества, они должны быть все-таки людьми, которые исповедуют христианские ценности. И тогда они будут надежно защищать нашу Родину, никогда не предадут, никогда не изменят, и до последней капли крови будут стоять на нашей защите. Что сейчас можно и сказать о тех наших ребятах, солдатах, офицерах, которые проходят службу в Сирии. И слова президента Сирии, Асада, говорят о многом. Он выразился примерно так, дословно не могу сказать, но почти дословно. Что если русские так воюют за нашу страну, то как же тогда они воюют за свою? Это высшая похвала. И я могу сказать, что, слушая рассказы ребят, прошедших Сирию, можно еще раз убедиться, что наш русский солдат настоящий воин, и не побоюсь сказать, христианин. Независимо от того, верует он в Иисуса Христа или нет. Ну, на этом я и закончу свой ответ. Спасибо. Спасибо.